Теперь, уже приходим к концу. Бюджет России, это очень важно для нас, для ведения бизнеса, для экономики, потому что в России как поэт больше, чем поэт, бюджет больше, чем бюджет, и понятно, что в структуре нашей экономики и в качестве драйверов, возможных и удач, и неудач, бюджет занимает большее место, чем в каких-либо других странах. Напомню, что это бюджет на 2024 год, соответственно, в районе 36,6 триллиона рублей, и мы видим дефицит запланированный, но на фоне того конфликта и тех проблем, которые у России стоят, и у российской власти, в общем, дефицит, мягко говоря, не смертельный. Вполне с таким дефицитом можно управиться. Но у этого бюджета есть, понятно, изменения в сторону правоохранительной, обороны, деятельности, и треть бюджета уже уходит туда. Это, конечно же, плохо. Есть существенное снижение, как вы видите, здесь, может, немножко плохо видно, снижение финансирования проектов, связанных с национальной экономикой. А какие бы они ни были, высосанные из пальца или честные, нужные или коррумпированные, но это все равно совокупно, это приток, конечно, драйвера для развития экономики. Даже где-то число, это по большому счету, все равно деньги, как правило, выгодно. Так вот, значит, вроде как все сходится, и более того, мы пять месяцев видим, что пока все идет нормально. Но вот эта нормальность для нас слишком значима. Мы, в отличие от американского рынка, не сможем жить в одной экономике, а типа государство, это твои проблемы, иди и решай. Они, конечно, скажут на нас, бюджет занимает львину. Таковы риски на сегодня. Первое, это хрупкость бюджета. Хрупкость бюджета в каком плане? Во-первых, там 6 триллионов рублей дохода появилось. Здорово, отлично. Аплодируем господину Силуанову, Минеку, который все это считал. Единственный вопрос, ребята, это откуда? Они говорят, ну вот мы тут посчитали, вот тут будет. Бизнесмен российский средний, соответственно, тут же хватается там за кошелек, не сперлили. И с интересом спрашивают государство, государство, откуда 6 триллионов? Ты не волнуйся, ты посиди, иди бизнесом занимайся. Но, простите, когда бизнес видит непонятные 6 триллионов в планах бюджета, ему начинает казаться, что его тихонько насилуют, да? Или собираются грабить, как минимум. Поэтому здесь большой вопрос. Более того, такие оппозиционные ресурсы даже обвинили власти, что вы, наверное, их нарисовали. То есть это тоже другая крайность. А дальше, соответственно, риски инфляции, они, как и всем, понятны и очевидны. И есть риск девальвации. И заключается он в следующем. Что, с одной стороны, мы увидели уже 7 месяцев стабильность рубля за счет вот этих двух мер. Ну, видимо, все-таки за счет этих мер. Но мы же прекрасно понимаем, что когда у государства с бюджетом не ладится, оно тут же включает девальвацию, чтобы все сошлось. В этом плане старый испытанный прием. И будь мы, наверное, по ту сторону управленческих баррикад, чиновниками, может быть, и мы так же делали. Поэтому тут не вопрос такого обвинения в властей в шулерстве. Но это так. К сожалению, это так. Это факт. Поэтому мы понимаем, что если будет что-то не сходиться, то вот эта конструкция стабильности рубля будет, ею пожертвует ради интересов изменения параметров бюджета. Пока вроде как не происходит. То есть не брать конспирологические версии, которые звучат, что там уже все, ничего нет в ФНБ. Там на самом деле все нарисовали. Но, честно говоря, эти версии, это вот обратная сторона у нашего иногда вот этого подкидывания чепчиков и ура-ура официозного. Поэтому что-то верить им тоже не приходится. А там вроде как все сходится. И риск бюджета – это нефть, потому что расчет, как вы помните, 60 долларов за баррель. Соответственно, пока все идет отлично. Цены даже перед теплым периодом в северном полушарии, несмотря на снижение в Китае определенное, цены великолепные для России. И единственное, что, конечно, желательно, чтобы нефтебиный бизнес в России сейчас строился без учета эмоций. Потому что самое выгодное сейчас – это действия недружественных стран. Недружественные страны установили потолок цен на российскую нефть, который Россия с гневом отвергла. Потолок равен той же расчетной единице, которая введена в проект государственного бюджета Российской Федерации. То есть Россия сказала, что вы недружественные страны, вы запланировали за нашу нефть давать столько, сколько мы запланировали в бюджете, твари. Никогда мы не пойдем на поводу у врагов. Тут пришли друзья Индии и Китая и говорят, слушай, давай с дисконтом долларов за 30. Да, гордо сказала Россия. Ну, согласитесь, в этом есть уже какой-то большой кукус обеих сторон. То есть наши враги планируют тот уровень цен на нефть, который запланирован в нашем бюджете. Отлично. Как говорил Джанни Радаре в свое время принц Лимон, спаси меня, господи, от друзей, от врагов я как-нибудь сам избавлюсь. Вот здесь, видимо, такая ситуация. Но одно дело все-таки пропаганда, а другое дело бизнес. Поэтому Джанет Елен, московский Кремль и ОПЕК в общем в одной экономической лодке, несмотря на все эти конфликты. Поэтому пока вроде как нет оснований полагать, что, ах, все, пропало, бюджет ровнет. Но, конечно, зона нефти остается зоной потенциального все-таки риска. И в связи с этим, вот о чем Шамиль Рахимович упомянул, и мне всегда нравится его слушать, потому что вот он очень четко говорит, я вчера все слушал, ничего не понял, абсолютно с ним согласен. Потому что можно делать умный вид, но простите меня, о какой реформе вы говорите? У вас был огромный профицит, дорогие власти. Сейчас у вас дефицит, вы говорите, надо поднять НДФЛ на граждан, но вы не волнуйтесь, мы на богоугодные дела пустим. Подождите, в момент профицита вы могли свои сверхдоходы пускать на эти богоугодные дела? Что это вам в момент дефицита и огромных вызовов перед российской экономикой так потребовать? Министр финансов выходит и говорит, вы знаете, в прошлую добавку мы направили фонд помощи детям «Круп добра». Я сразу по этому поводу вспомнил мультфильм Иван Царевич, когда там Черномор отказывается бороду надевать и говорит, не за что это зло. И его сестра говорит, ага, за дверью добро с кувалдой. Ну что это за детский сад? И хочешь сказать, дорогая власть, ты же решаешь огромные политические сейчас проблемы. Тебе правда сейчас приспичило взять с нас дополнительные деньги якобы на какие-то благотворительные фонды? Ну это же нечто, это первое. А второй главный момент, он известен. Вы кого собрались считать богатыми? 83 тысячи 500 рублей по одной из версий, и судя по всему она все-таки будет принята, хотя отрицали. Будь попадет под дополнительные налогообложения, ну это же детский сад, ну это же просто еще один удар по среднему классу. Это не то, что в Москве, это в каком-то сегодняшнем Челябинске, который расцвелся сейчас от военных заказов. Это зарплата, скажем, ниже, ну ниже очень многих производств. В Казани, я думаю, огромное количество людей получает больше. Другое дело, что эти 15% берутся ведь с разницей, то есть условно говоря, зарплата 100 тысяч, она будет браться с 17, тогда вообще зачем весь этот огород городить? Это не очень понятно. Знаете, я когда в свое время участвовал, в том числе и в думских разговорах экспертного плана, ну говорят, справедливость нужна, прогрессивная система. Я говорю, отлично, давайте оставим всяким вот таким средним классом, убитым, типа меня, 13, а тем, кто получает ниже 500 тысяч в год, делаем 10, вот и будет прогрессивка. Государство говорит, не, я так не умею. Я, говорит, как Робингот, я деньги богатых забираю, и как было в песне в Шреке, я деньги богатых бедным даю. Вот такой макс. В общем, эта реформа выглядит довольно странно, и не очень понятно, что там в расчетах, потому что разница вот этих 15% только с разницей, это будет тот же эффект, как вот начали брать с некоторых банковских вкладов, при условии, что вклад больше такой суммы, и при условии, что доход больше ключевой ставки. Это было о чем? Знаете, я в свое время, просто, когда было первое выступление президента России в момент ковида в марте, и когда он среди мер сказал, вы знаете, мы вводим вот эту штуку, я понимаю, что в этот момент какой-то референт сумел подсунуть бумажку, что-то надо сказать. И вот они ввели антиковидную меру. Ну, микробы сдохли от хохота просто, я понял уже потом. Наверное, это была антиковидная мера введения небольшого налога на дополнительный доход по банковскому вкладу. Вот сейчас происходит что-то то же самое. Что напрягает бизнес? Что вот от этой истории НДФЛ, которая в каждой газете, в каждом сайте, в каждом телеящике обсуждается, есть же вторая история, которая прямо сейчас обсуждается, я не знаю, кто-то о ней слышал. А первой слышали, наверное, все в зале, а второй, я не уверен, что все. Отмена регрессивной системы отчислений в соцстрах с фонда оплаты труда. Слышали об этой истории? Нет? Повышение зарплаты? Шаг, наверное. Вот я не знаю, в своей компании повезло, так сложилось, сумел сотрудника повысить зарплату примерно на 80%. И, соответственно, я могу это делать, потому что, когда я выхожу за мрот, я плачу не 30, а 15. И у меня, как у предпринимателя, есть стимул. А теперь, значит, Минфин, правда, здесь стоит пока на страже наших предпринимательских интересов, и не только предпринимательских интересов, работников. Потому что я своим работникам скажу, то идите вы, я не так плачу вам выше рынка, и у меня больше нет возможности вам повышать. Но отмена вот это под сужинку обсуждения 15% это конкретно про нас с вами, про бизнес и про работников. И последний момент, который вызывает, в общем, злость даже, дорогие ребята, вы заговорили о том, что, а, мы подссорились со всем, как в песне старой, я обиделась. Мы подссорились со всем миром. А, мы делаем ставку на внутренний рынок. В этот момент вы на потребление накладываете 15% на средний класс, и еще хотите отменить регрессивку, чтобы предприниматели затормозили повышение зарплат. Ну, классная ставочка на внутренний рынок. Ну, просто песня шикарная. То есть, называется, то ли вы так гениальны, что нам просто не понять ваши расчеты, то ли вы как бы во все стороны действуете там на свое, смотри, я, по-моему, опять что-то не то дожил изменить. Зато и не даю вам заснуть, это тоже полезно. Спасибо. Я просите, что-то. И последнее, значит, ну, про это я уже не успею, наверное, сказать. Единственное, хотелось немножко про цифровые рубли, а нам тоже много говорили-говорили, и вдруг заметили молчание, да, тишина. И участвует несколько банков в эксперименте, 300 физических лиц в эксперименте, все отлично, не волнуйтесь, да, эти деньги можно окрасить, да, у этих денег можно срок годности, но мы же не Китай, не волнуйтесь, дорогие люди. Люди, наоборот, волнуются, дьяволова печать, вообще, это вообще, в общем, в обе стороны много эмоций, и вдруг замолчают. Но самое смешное, другое, до сих пор непонятно. Первое, что такое цифровое рубль? Это счет или монета? Есть разные формы. А там задействован блокчейн или не задействован блокчейн, да? Как происходит эмиссия? Ни одного ответа нет, ни одного до сих пор. А эксперимент...